1 миллион 42 тысячи рублей. Это 13 средних российских зарплат, 48 стиральных машин и кондезит с отличным рейтингом, или вот такая сумка французского модного дома Шанель модели Флаг. В цену входит легенда об истории дома Шанель, узнаваемый логотип и, собственно, сама сумка из черной зерненой кожи теленка. И, конечно же, ваши ощущения, что вы стали частью мира люкса. При этом еще в 2016 году точно такая же сумка обошлась бы вам ровно в два раза дешевле. А в 2008 году Шанель Флэп стоила меньше 2000 долларов, причем по старому курсу. Что вообще происходит? Меня зовут Настя Полетаева, я журналист и почти 14 лет работаю в моде. Перед вами новый выпуск Альманаха без фильтров. И в нем я расскажу о четырех причинах, по которым люкс в последние годы стал стоить совсем безумных денег. Не забывайте подписываться на канал и обязательно досматривайте выпуск до конца, ведь самым внимательным зрителям я по традиции подарю подарок. Причина первая. Высокие цены на люкс заставляют нас мечтать. Возможно, вам покажется, что я сумасшедшая. У огромного числа людей сумка за миллион вызовет скорее желание сойти с этой планеты, чем мечту ее купить. И эти люди будут по-своему правы, ведь эта сумка Шанель не обладает никакими особенными свойствами. Это просто черная сумка, в которую можно что-нибудь положить. Но люксу не нужно одобрение всех людей на нашей планете. Им достаточно пресловутого 1% населения, которые почувствуют себя классными именно с этой сумкой. Ведь эта сумка для них не вещь, а символ. Люкс всегда говорил на языке символов. Например, в Древнем Риме только император мог носить полностью пурпурную тогу. Отчасти причиной была стоимость редкого красителя. Но если бы самый богатый римлян пришел к портному с мешком денег, им бы все равно не продали пурпурную тогу. Даже богачи не имели права носить такую одежду, потому что она была символом совсем другого статуса. Получается, что пурпурные тоги были настоящим люксом. И я думаю, что те, кто следит за модой, уже провели параллель между древнеримскими тогами и современной стратегией французского бренда Hermes. На протяжении нескольких десятилетий марка продвигает политику искусственно созданного дефицита. Вы можете прийти в бутик Hermes, выложить на стол целый мешок денег, и вам все равно не продадут сумку модели Birkin. У вас уйдут месяцы, а то и годы, чтобы вам позволили купить сумку, стоимость которой начинается от миллиона рублей и может достигать нескольких сотен миллионов за редкую модель. Нужно выстроить отношения с персоналом, заиметь историю покупок в Hermes, доказать таким образом свою преданность бренду, купить кучу ненужных вам вещей. Просто безумие. Однако эта сумка остается одной из самых желанных в мире, хотя цены на нее продолжают повышать минимум раз в год. Вот. Человек, который проходит весь этот путь мучений, явно идет не за сумкой, он идет за мечтой о лучшей жизни. Всех так шокируют нынешние цены на люкс, потому что в 2000-е и 2010-е приучили людей из среднего класса думать, что они могут себе его позволить. На самом же деле люкс никогда не был развлечением для среднего класса. Просто мы попали в такой момент истории человечества, когда индустрия роскоши начала агрессивно расширяться и срочно понадобились новые клиенты. Это началось в 96-м году. Четыре последних года 20-го века аналитики компании Bain & Co. назвали выходом люкса из замка. Дальше началась эпоха демократизации. Производители шикарных товаров стали увеличивать объемы производства, создавать масштабные рекламные компании, делать коллаборации с демократичными брендами, привлекать все больше поп-звезд и продвигать свои товары через популярные фильмы и сериалы. Из привилегий для избранных люкс на какое-то время превратился в сбывшуюся мечту. Если не для всех, то для многих. Житель мегаполиса мог чуть-чуть подкопить и приобрести, например, туфли Манола Бланик или сумку Диор или пальто Живанши. Но так не могло продолжаться долго, ведь если что-то становится доступным, кто будет об этом мечтать? И бренды придумали, как сделать так, чтобы люкс остался для нас мечтой. Они начали повышать цены и ограничивать доступ к предметам роскоши. В последние 10 лет модные дома делают это в среднем дважды в год. Кто-то на 1-2%, а кто-то сразу на 7-8%. Конечно, нам не могут напрямую сказать, что туфли и сумки должны оставаться для нас такими же недоступными, как морковка, которую держат на палке перед осликом, чтобы он за ней бежал. Вместо этого нам говорят, например, про инфляцию и про то, что дорожает вообще все. Правда, по подсчетам New York Times, стоимость сумки Шанель 2,55 за 16 лет выросла бы с 1680 долларов до 2500, а выросла она до 10. Еще нам говорят об увеличении стоимости поставок. Логистика действительно подорожала из-за пандемии, бушующих в мире вооруженных конфликтов, санкций, а также разных удивительных явлений, как, например, активность пиратов в Красном море, важным для грузоперевозок. Есть и третья причина. Из-за маркетинга спрос на товары класса люкс настолько высокий, что производителям приходится постоянно повышать цены, чтобы остудить пыл модников. А мы все покупаем и покупаем. Ну и, конечно, мода – это бизнес, а бизнесу нужно растить прибыль. Модная индустрия хочет продавать с каждым годом больше и дороже тем людям, у кого еще хватает средств на модные вещи. В индустрии моды год начинается 1 сентября, а не 1 января. И я люблю начинать свой год с нового аромата. Это помогает мне настроиться. Хочу рассказать вам о нескольких своих фаворитах этой осени. Первый – это Шуа Матан Де Те с нотами лимонной цедры, бергамоты и экзотических цветов. Он ассоциируется у меня с Италией, где я была в июне и в сентябре, со Средиземноморским побережьем и с воспоминаниями о моментах, которые я пережила за последние месяцы. Второй аромат – это Атар Хаяти. Его создатель, Ян Весниер, вдохновлялся воспоминаниями о своем детстве, когда он проводил время в любимом саду, полном спелой смородины, сладкой малины и цветов. Атар Хаяти для меня совсем другой, нежели для автора. Терпкий, вечерний, но очень интересный. А если вы полностью готовы к осени, то для этого подойдет Гритти 1968. Это парфюм для тех, кто любит насыщенные и глубокие ноты. Черная смородина, яркий бергамот и пряные бобы тонко. Это стойкий парфюм, который идеально подойдет для прохладных вечеров. Все три аромата можно найти и купить в магазинах Литуаль. И если вы не знаете, с чего начать, то попросите консультанта из зоны Сен-Библиотек подобрать идеальный аромат именно для вас. С этим не возникнет проблем, ведь в Литуале действительно большой выбор нишевой парфюмерии. Ознакомиться с ним можно по ссылке в описании. Причина вторая. Цена в люксе уже давно не связана с реальной стоимостью вещи и ее редкостью. Когда смотришь на заколку Миу-Миу за 100 тысяч рублей или на пляжные шлепаться Шанель за те же самые 100 тысяч, хочется как-то успокоить свое сердцебиение и, знаете, как-то себя поддержать. Сказать себе что-то вроде, зато люкс это на века. У таких вещей крутое качество, и я не буду как все. Не хочу вас расстраивать, но это не совсем так. Фишка современного люкса в том, что у товаров самих по себе часто нет никакой объективной ценности. Только эмоциональная. Если мы, конечно, не говорим о сложных технологиях, вещах от кутюр или драгоценности. Никто не скажет вам, сколько на самом деле должны стоить эти бархатные вьетнамки Шанель. 200 рублей, 1000 или 100 тысяч. Времена, когда люксовые вещи были уникальными и создавались вручную из исключительных материалов, давно остались в прошлом. Раньше заказывать модные вещи из шелка, меха или парчи могли только люди с высоким статусом. Потому что ткани и услуги портных стоили очень дорого. Остальные перебивались кто как мог, а магазинов готового платья просто не существовало. Вспомните, какое огромное влияние в сериале «Бриджертоны» имела портниха Женевьева де ла Круа. Действие происходит хоть и в воображаемой вселенной, но все-таки относится к эпохе регенства в Великобритании, то есть к началу 19 века. Уже в середине того века все изменила вторая промышленная революция, благодаря которой появились технологии для массового производства одежды. В 20 веке рождается феномен «Реди Туэ» или «Прет-а-Порте». Это модная одежда, которая классно выглядела и была сшита не на заказ, а уже большим тиражом. Одним из первых в революцию включились французские кутюрье «Коко Шанель» и «Ив Сен-Лоран». Они запустили линии готовой одежды. Теперь можно было пойти в магазин и купить себе что-то от Лорана. Все еще дорого, но уже не по цене кутюра. Старый люкс со своими ателье и мастерскими старался держать оборону. В модных домах по-прежнему большое внимание уделяли ручным техникам и стоимости материалов. Но надолго моды не хватило. Многие считают, что поворотной точкой стали 80-е, когда Меуча Прада представила рюкзак, собственно, Прада из нейлона. Это был рюкзак люксовой марки из не-люксового материала, который при этом стоил как сумка из самой лучшей кожи. Это был скандал и успех одновременно. А рюкзак стал культовым и дал начало целой нейлоновой линейке, которая Прада выпускает и продает до сих пор. Если у вас в гардеробе есть брендовые футболки с логотипами, то знайте, без того рюкзака Прада их бы не существовало. Чтобы увеличивать прибыль модной индустрии недостаточно повышать доходы. Нужно еще и сокращать расходы, в том числе на производство. Ничего личного, так работает экономика. Вернемся к моей сумке Шанель. Похожую модель 2,55 с прямоугольным замком придумала сама Coco Chanel в 1955 году. Стоила она тогда, кстати, 220 долларов. В 1983 году Карл Герфельд обновил ее, добавив узнаваемый замок в форме двух скрещенных букв Си и изменив тип прострочки. Так получилась эта сумка Шанель Флэп. Вплоть до 2008 года фурнитуру таких сумок покрывали настоящим 24-каратным золотом. Сейчас бренд использует обычную сталь, потому что это дешевле. И хотя позолота была не очень практичным решением и постоянно облизала, многие коллекционеры до сих пор ищут именно сумки Шанель, выпущенные до 2008 года, и считают именно их подлинной роскошью. Есть в люксе и более скандальные примеры экономии на материалах. Например, в июле этого года прессе стало известно, что на одной из фабрик Диор в Италии нарушаются условия труда. Мастера буквально спали на рабочих местах, жили в антисанитарии и шили сумки Леди Диор. В магазине такая стоит 2600 евро, а производство обходилось бренду всего в 53 евро. То есть себестоимость составляла 2% от цифры на ценнике. Начался судебный процесс, а Диор получил очень неприятную шумиху в прессе. Другой скандал коснулся марки, символизирующей тихую роскошь – итальянского бренда L'Oro Piano. Вот уже много лет бренд выпускает вещи из шерсти викунья – очень редкого высокогорного животного. В викуньи разводят коренные народы Перу, и бренд еще в 90-х получил монополию на закупку такой шерсти. Свитер L'Oro Piano из шерсти викуньи стоил около 900 тысяч рублей. Это безумные деньги. Но куда безумнее тот факт, который выяснили журналисты Bloomberg. Все это время фермеры продавали бренду шерсть буквально за бесценок и едва сводили концы с концами. Ситуацию усугубило еще и то, что бренд L'Oro Piano принадлежит концерну LVMH, которым владеет Бернар Арно – самый богатый человек в мире. Истории про реальную стоимость люксовых вещей пугают, но я не хочу, чтобы вы думали про моду как про какую-то корпорацию зла. Индустрия люкса сейчас переживает логичные проблемы масштабирования. Уследить за всем, когда твой бизнес настолько огромный, очень сложно. По оценкам Forbes, объем рынка люкса в 2023 году составил 387 миллиардов долларов. Просто вдумайтесь, сколько сумок, платьев и туфель нужно сначала произвести, потом прорекламировать, а потом продать, чтобы заработать такие огромные деньги. И иногда эта махина выходит из-под контроля. Причина третья. Для крупных клиентов люкса цена – это просто цифра. Представьте, что вы сидите за столом и едите, не знаю, жареную картошку с грибами. У вас есть стеклянная тарелка, у вас есть приборы, собственно, у вас есть стол и стул. Звучит ли это роскошно? Мне кажется, не очень. А теперь представьте, что этот стол, стул и жареная картошка настигли вас посреди алтайских гор или на борту частного самолета. Роскошь – это не обязательно черная икра. Контекст намного важнее продукта. В 2018 году магазин дешевой обуви Payless, это переводится буквально как «плати меньше», провел этот счет-эксперимент. На один день бренд переименовали в «Полесси», придумали легенду про итальянского дизайнера обуви и устроили вечеринку с инфлюенсерами в роскошном бутике. Гости нахваливали обувь и охотно покупали ее по 200, 400 и даже 600 долларов. Уже после покупки им рассказывали, что реальная цена одной пары не превышает 20 долларов, и это был эксперимент. И, конечно, возвращали разницу. Так что изначальная стоимость товара класса люкс – это просто цифра, которая вообще ничего не значит, пока к ней не приложили историю или же уникальный опыт. Деньги, безусловно, очень важны, но как только они перестают быть проблемой, вы начинаете тратить их иначе. А так как мы с вами уже выяснили, что люкс – это игрушка для тех людей, которые свои проблемы с деньгами давно решили, то и заботы у них тоже другие. Главных клиентов люкса называют хайспендерами. Буквально это переводится как «люди, которые много тратят». Считается, что таких покупателей не больше 3% от общего числа аудитории люкса. И по разным данным они приносят от 20 до 40% всех продаж индустрии роскоши. Нельзя сказать, что богатые люди не считают деньги, но и нельзя сказать, что они покупают настолько дорогие вещи, чтобы просто прикрыть свою наготу. У них уже есть все статусы мира, а одеться они могут и в H&M за 100 долларов с ног до головы. Так на что же они тратят? И почему готовы покупать, несмотря на рост цен? Я решила задать этот вопрос герою без фильтров и эксперту Давиду Мордашеву, который работает в люксе уже третье десятилетие. Сегодня люкс – это не позволит себе не владеть чем-то, давайте так, а быть кем-то. И вот что он мне сказал. Клиент, который тратит в бренде давно и много, замечает и ухудшение качества, и повышение цены. Но его это не бесит. Бесится он только в том случае, если бренд ничем ему это не компенсирует. Люди – это люди, а каждый человек хочет, чтобы его любили. И поэтому, как только Хайспендер начинает терять это ощущение собственной ценности, он начинает скандалить. Одна моя приятельница прилетела в Париж и пришла в один бутик всем известного дорогого бренда, где ее годами обслуживала одна и та же женщина. А там вдруг новая продавщица. Старая то ли умерла, то ли вышла на пенсию. И вот покупка состоялась, приятельницы уже провожают, а она говорит. «Минуточку, вы мне всегда дарили для моей доченьки какие-то цацки, маленькую сумочку или еще что-то». А продавщица хлопает глазами и отвечает. «Ну я не знаю, у нас нет подарков, у нас изменилась политика». Моя подруга, конечно, взбесилась и начала орать. Мало того, что цены повысили, так еще и ведут себя кое-как. Пришла директриса бутика и тоже начала говорить, что политика поменялась, что порог суммы трат повысился. То есть к важной клиентке вышли две дуры и начали ей рассказывать то, что придумал какой-то тупой маркетолог. Как будто из-за этой подарочной сумочки, сделанной из говна и палок, у них обвалится прибыль. А клиентка купила на 60 тысяч евро. Но кричала она не из-за суммы в чеке. Чтобы дать клиенту ощущение, что его любят, люкс идет на разные ухищрения. Их уровень зависит от вашего уровня трат. Например, в бутике Saint Laurent вам предложат бокал шампанского, даже если вы зашли туда просто так, первый раз и ничего там не купите. Постоянных клиентов будут персонально приглашать в магазин, чтобы раньше всех примерить новую коллекцию и отправлять букеты ко дню рождения. Клиентам покрупнее полагаются те самые небольшие подарочки и приглашения на мероприятия бренда. А вот крупную рыбу зовут уже на масштабные вещи. От специальных событий Saint Laurent в рамках Каннского кинофестиваля до модного показа в Париже. Это уже не просто сервис, а что-то большее про эмоции и человеческие отношения. Другими словами, это и правда похоже на любовь. Правда, длится она до тех пор, пока вы продолжаете тратить. Причина четвертая. Люкс за деньги закрывает наши нематериальные потребности. Реальную ценность люкса можно понять на примере из русской литературы. Давайте вспомним повесть Николая Гоголя «Шинель». Вот так вот внезапно. Герой этой повести, Акакий Акакиевич, переживает целую гамму эмоций всего лишь за нового пальто. Сначала он копит на него, и в его жизни впервые за долгое время появляется цель и смысл. Потом он надевает роскошную вещь и чувствует себя совершенно новым, классным человеком. А потом лишается своей покупки и умирает. Конечно, Гоголь писал про трагедию маленького человека, а не про индустрию роскоши. Но зато история Акакия Акакиевича отлично иллюстрирует, как работает поведенческая экономика. В экономическом поведении людей много иррационального. В том числе нам присущ феномен под названием чувство дефицита. Оказывается, мы хотим обладать тем, чего у нас нет, и меньше ценим то, что имеем. Поэтому люксовый гигант Apple каждый год выпускает новые релизы айфона. Может быть, новая модель будет практически такой же, как предыдущая. Зато она будет новой, а значит, мы будем ее хотеть. Не менее эффективна тут и лимитированность, и очереди. Все эти приемчики, как вы знаете, тоже используют люксовые бренды. Например, французский бренд дорогого багажа Gaillard использует сразу два. Сумки этой марки можно купить только офлайн, то есть они лимитированные. А из-за грамотного маркетинга и статуса Louis Vuitton'а для избранных в магазинах стоят огромные очереди. Так, может быть, клиент люкса покупает счастье? Нобелевские лауреаты Дэниел Каннман и его коллега Ангус Диттен исследовали этот вопрос. И в 2010 году выяснили, что богатые люди на самом деле ничуть не счастливее представителей среднего класса. Оказалось, что деньги приносят счастье, но только до тех пор, пока ваш доход не достигнет 75 тысяч долларов в год. Я посчитаю грубо с учетом прошедших с момента исследования лет и предположу, что это 700-800 тысяч рублей в месяц. Доход, превышающий эту сумму, уже не приносит дополнительного счастья. Зато его приносят другие факторы. Это качество человеческих отношений, здоровье и количество свободного времени. Но вот что интересно. Каннман и Диттен обнаружили, что хоть счастье и не купишь за деньги, а вот удовлетворение жизнью продолжает расти вслед за ростом доходов бесконечно. Совсем бесконечно. То есть, чем богаче человек, тем больше он удовлетворен своей жизнью. Ведь он видит в деньгах подтверждение своего успеха и видит свои достижения. Товары класса люкс – это не единственный, но очень действенный способ закрепить свой успех в физическом мире и получить подтверждение своей крутости, а заодно продемонстрировать ее окружающим. Ни в один другой момент человеческой истории люкс не был таким массовым. Это парадокс, ведь суть этой индустрии в недоступности, а быть недоступным и массовым одновременно практически невозможно. Даже если постоянно поднимать цены. В 2024 году впервые за много лет индустрия роскоши замедлила свой рост и не оправдала прогнозов. Я уверена, что уже совсем скоро мы увидим, как изменится этот манящий мир и какие еще способы придумают владельцы брендов, чтобы люкс оставался притягательной мечтой для миллиардов людей по всему миру и давал миллионам людей почувствовать, что они стали особенными благодаря новому браслету, автомобилю или джаку. А пока это происходит, я предлагаю зрителям без фильтров повысить свои знания об одном из величайших брендов индустрии роскоши – о ювелирном доме Кортье. Это мой любимый бренд драгоценностей, и о его истории написали вот эту книгу. Автором стала праправнучка основателя марки – Франческа Кортье Бриккел. Франческа очень интересно рассказала, как трое братьев превратили маленький магазин, доставшийся им от деда, в международную империю люкса. Я подарю эту книгу автору самого интересного ответа на вопрос – в чем для меня смысл люкса? Пишите свои варианты ответа в комментариях. Конкурс продлится до 5 ноября, а победителя я объявлю в своем телеграм-канале. QR-код мы выведем на экран. И большое спасибо, что посмотрели. Продолжение следует...